Ну что, друзья, прогуляемся по Rodeo Drive, раз уж выдалась такая у меня минутка. Я, правда, буду идти быстро, говорить я буду, наверное, немного, в отличие от постоянного моего говорения, особенно на туре. Но, тем не менее, я просто вас хочу познакомить, как выглядит Rodeo Drive в предпраздничные дни. До Рождества еще, конечно, далеко-далеко, еще даже Thanksgiving не состоялся, еще мы турку не резали, но, тем не менее, а-ля, пошли. Это Лабутен, кстати, за спиной, вот именно сюда зашла, кто там у нас, Джулия Робертс из фильма «Красотка, бурти-вумен». И там ей сказали, девушка, это не ваш магазин, типа, я мистейкин, не пошли бы ли вы прогуляться. Она пошла, конечно, заплакала, потом она, когда пришла сюда уже с Ричардом Гиром, накупивши дофигища, и показала эти сумки, говорит, а там было так тысяч на 80 примерно сегодня, и говорит, а вы могли бы это все, в общем, продать мне, вы, наверное, на комиссионных работаете, могли бы заработать. И они такие все, о май год, счастье пролетело мимо. Ну, опять вернемся, значит, на Родео Драйв. Кстати, кто пересмотрит фильм про эти вумен «Красотка», обратите внимание, там в фильме эти пальмы участия не принимали в фильме, принимали участие вот эти вот деревья, которые называются фикус макрофилия или фикусы, инжиры, только маленькие. И вот так оформлен на сегодняшний день этот блок, этот квартал рождественский. Надо вам сказать, что Макс Мара тут у нас, да, дальше у нас тут Ральф Лоран напротив, Джорджи Армани, Бриони, и мы такие тут все роскошные стоим. А вот из гаража магазина, который называется, как он называется, сейчас мы посмотрим, называется он «Хаус оф Биджан». «Хаус оф Биджан» – это достаточно известная марка такая иранского дизайнера, в свое время приехавшего и начавшего шить тут, расшивать. Тут много Амон Шилды, Буш младший, Буш старший, и мать их Буш, и Клинтон, и все они тут присутствовали. И даже вот Владимир Путин, президент Раши, был когда-то членом, вернее, заказчиком этого дизайнера. Но вот это вот его фотография где-то и этот. Умер, к сожалению, да, нас оставил, покинулся, сегодня занимается его делами, сын его. Там такие сидят девушки с меня ростом приблизительно, и говорящие на русском, и на английском, и на китайском языках. Короче, кто платит, на тех языках я разговариваю. Это наши юго-восточные друзья с миллионами в карманах. Так это выглядит, ну, наверное, с некоторым намеком, ну да, то, что Ханука тоже приходится на эти даты, вот это бело-голубое. Еврейская тема, потому что Беверли-Хиллс сегодня на 50% населен евреями из Ирана, это сефардами. Остальные 50% просто евреи со всего земного шара, у которых появилось лишние там 10 миллионов долларов, и они по совету друзей. Ну, а как же еще иначе, купили себе домик. Это вот въезд на паркинг, Раделл Коллекшн, очень интересное место, где работают в основном хирурги, пластическая хирургия. И ремонтируют наших вот звезд Голливуда, кому надо где подтянуть. В определенном возрасте возникает такая проблема, и они здесь ее решают. На перекрестках Беверли-Хиллса применено новое пересечение дороги пешеходами, ну, например, либо люди, либо автомобили. То есть сначала горит зеленый свет в этом направлении, потом горит свет вот из этого направления вот туда вот. Переходить дорогу только на сигнал, ну, на правильный сигнал, имею в виду. А когда зелененький человечек, он загорится везде, то есть можно будет ходить и по диагонали вот туда, и вот туда можно переходить, и вот туда можно переходить везде. Можно будет переходить. Улица эта свое название оставила от бывшего названия Беверли-Хиллс, которая звучала как El Rodeo de las Aguas. Испанском переводится как водяная дорога, Water Road. По-английски потом белый человек расковырял все в воду. И, господи, пугаете вы меня, друзья. Кстати, обратите внимание на местных девушек и женщин. А тут вот некоторые на меня наехали в материале про Москву, где я сказал, что я не заметил. Это не то, что их нет, а то, что я не заметил в метро и на улицах изящных девушек. И тут на меня сразу факов навалили, полный коридор, так сказать. Ну, посмотрите повнимательнее. Я еще вам как-нибудь покажу с пляжа Санта-Мойники, как выглядят местные девушки. Сравните с тем, что в Москве ходят. Может быть, тогда я окажусь не таким уж неправым. Продолжаем наш экскурс в историю. Итак, El Rodeo de las Aguas превращается просто в Rodeo Drive, потому что сюда приезжают разные люди, в основном немецкого происхождения, плохо говорящие по-английски. Начинают тут ковырять нефть. И, кстати, нашли нефть, и было ее тут много в свое время. Но некоторым не очень повезло, вместо нефти была вода. Это у нас Prada. Prada повесила такие вот игрушки, в которых сидят мужчинки, катаются в своих пиджаках за серьезные денежки. И вот эта вот компания, Amalgam Company, которая вместо нефти нашла много воды, начала себя инкорпорировать. Пришел такой Буртон Грин или Бартон Грин и говорит, так, друзья, а вот давайте-ка наш поселочек сделаем типа городка. Будет у нас своя полиция, будет свой бюджет, будут свои школы, и будем строить дороги на свои собственные деньги. А как мы его назовем, спросили все, Мэри Пикфорд в частности. И Буртон Грин говорит, давайте-ка его назовем никак иначе, как Беверли Фармс. Я же родом из Беверли Фармс, сказал он. А это, кстати, поселочек недалеко от Бостона. Ну и ему все говорят, слушайте, Беверли Фармс тоже существует, зачем нам нужен еще один? Давайте Беверли Хиллс назовем. А само название Беверли происходит от английского слова Beaver Lake. Beaver это у нас кто? Бобер. А Lake это у нас озеро. Вот они говорили Beaver Lake, Beaver Lake, Beaver Lake, Beaver Lake и превратилось в конце концов в Беверли. Тут у нас такая дама без рук, без ног, без головы, как вы понимаете, но все остальные жизненно важные органы, особенно для мужчины, присутствуют. Ну, головы нет, чтобы советов не давало. Рук нету, чтобы деньги не тянуло, ног нету, чтобы к другому не убежало. Все остальные жизненно важные органы присутствуют. Здрасте, Владимир на проводе. Для тех, кто не очень понял, куда он приехал и пришел, вот тут такая табличка Radeo Drive Dayton Way и часы Brigette. Помните у Пушкина, кто там тарам, пока Brigette не прозвонит ему обед? 1775 год, между прочим, до сих пор ходит и тикает. Стефано Ричи. А вот эта улица уже была пробита в 1980 году для того, чтобы добавить английского шика, аристократизма и французского шарма в эту американскую, так сказать, мечту. Ну, тут коробочки понаоставили, все ходят, фотографируются. Кто любит блестящие, сверкающиеся, приливающиеся элементы и диаманты, так называемые, бриллианты, можете спокойно приходить сюда и закупить тут себе от души. Тем более, что Питер Марко, который продает. Вот он, это Питер Марко. На инстаграме он присутствует. А это вот его сертифицированные бриллианты. Тот, кто хочет рамочку, опять же, себя заснять в рамочке, я на фоне там красоты, это тоже можно. Типа я такой здесь весь из себя. Парам-парам-тарам-парам. Продолжаем движение, ну, если вы в паре, да, ну, тогда можно, например, свелочную игрушку, сесть на сафьяновый диванчик. И сделать тот самый поцелуй. Я тебя люблю, скажет она. А уж как, я тебя люблю, скажет он. И вот вам счастье распространяется ту Родео Драйв. Там, кстати, неплохой японский ресторан. Это, кстати, кафешка, где можно тоже поланчить. И вы посмотрите, одна оставшаяся последняя из художественной галереи. Вин Славин выставил такую кичуху, конечно, своего рода, но технологически оформлено очень и очень фантастически. Вот тут вот у него в руках шестеренки, семеренки, четвереньки в стекле. А там вот внутри как-то влита, залита этим материалом цепочка. И все это без пузырька воздуха внутри. Как это сделано вообще технологически непонятно. Денег стоит 250 тысяч. Я последний раз, по-моему, смотрел. Ну, кич, кич, конечно, кич. Да, и через лет там 15-20 вы можете выбросить куда-нибудь на помойку, когда все поменяется. Но очень достойная галерея вообще. Спускаемся по ступенькам на Родео, на Виа Родео, который били вот совсем недавно. Здесь все любят сфотографироваться. В этом месте обязательно. Вот мы так аккуратно, чтобы никого не потревожить. Здесь у нас же фонтан миллионеров. Виа Родео. Фонтан миллионеров. Обязательно надо рукой потрогать эту воду, потому что кто ее потрогал. К этой руке будут прилипать деньги. Необыкновенно в большом и постоянном количестве. Отсюда начинается вот сама улица Родео Драйв. А перед нами появляется отель, который называется Beverly Hills Four Seasons. Где на верхнем этаже в этом президентском воскресенье снимался якобы фильм «Красотка противумен». Но на самом деле снималось все в Голливуде на павильонах. А этот балкон, в общем, только снаружи снимался иногда. Сейчас мы зайдем вовнутрь. Я вам покажу, как это все выглядит красиво и роскошно внутри. Ну, то есть, очевидно, такой запах денег. Устойчивый. Туда дальше направление по Вилшир-Бульвару. Это в Санта-Монику. Туда, в даунтаун, к ним по скребам. Когда-нибудь я по ним тоже пройдусь, прогуляюсь. И вам про них кое-что тоже расскажу. Кто будет здесь и поселяться. Здесь не надо, здесь дорого и бессмысленно. Можно с соседним поселиться рядышком, там лучше. Или в Санта-Монике. Кафе. Кафе очень хорошее, быстро обслуживает. Очень недорого. И вполне прилично для этого самого. Для бюджета. Вольганпак Кат. Это, кстати, Мишириновской звезды стейкхаус. Вот так вот выглядит вход в отель. Ну, и тут, видите, на фоне этих медведей и люстр, красиво переливающихся. Еще такие дорогие духи в воздухе летают. Это вот само кафе. Сюда мы иногда с туристами заходим кофея попить. Можно салатика там взять. И тут отмечают Новый год. Американцы вообще Новый год не отмечают. Но иногда случаются исключения. И его здесь отмечают. Опять же, обслуживание быстрое. Очень достаточно качественное. Мотоцикл стоит. Римми Мартан. Такое тоже, оказывается, бывает. Владимиры такие ходят. Везде и поголовные. Елочка с обратной стороны выглядит вот так вот. Ну, а мы продвигаемся. А воздушная почта, кстати говоря, тоже раньше существовала. Сейчас она, конечно, не работает. Но здесь почту просто собирать. Если вы решили отправить какое-то письмо своим друзьям и знакомым, вкратце история написана. 1920-е годы. Кукурузное поле. 1926-е уже типа что-то построено. В 40-е годы вот так-то. В 50-е вот так-то. В 60-е так-то. Потом, которым был переименован из Реджента или Реджента в Беверли-Виллшир 4 сезона. Ну, в общем, так преобразовалось в то, что мы видим сейчас. Так, ну где она? Будут открывать нам дверь или нет, в конце концов, сегодня? А то у меня же руки в карманах, понимаете? Эксер. И тут стоят, нас ждут машины, которые нас и будут подбирать. Ну, либо вот эти вот, либо вот эти, либо еще какие-то. На самом деле нам нужно срочно приблизиться к нашей машине, которая находится вот там. Вот это. Вот это. А у меня вот этот Дормен, который дверь открывал, кликнул и сказал, что вы, наверное, можете подняться наверх, там есть мотровая площадка. Ну, друзья, просто у нас в этот клип мы не залезем, но вы поняли примерно, что такое Rodeo Drive, да? И поэтому я думаю, что даже когда у вас будет... Когда у вас наконец появится время, вы наконец-то и меня посетите, а мне уже будет что вам показать в очередной раз. Я же с вами со всеми прощаюсь и до новых встреч. С вами был Владимир и ваш тургид по Калифорнии. Пока!